Привет, вы на канале Аэропортал. В предыдущих роликах из цикла «Когда в небе» речь шла о главных проектах отечественной авиации, таких как МС-21, новый Суперджет, Ил-96-400М и Ил-114. В этом видео речь пойдёт о самолёте, который достаточно редко появляется в новостной повестке, однако является немаловажным для развития отечественной авиации. Это ТВРС-44, он же Ладога. Данный проект является важным звеном в развитии транспортной доступности для Северного, Сибирского региона и Дальнего Востока. Так что же происходит с ним сейчас, когда мы увидим Ладогу в небе? Попробуем разобраться в этом видео. Перед началом ролика не забудьте подписаться на нашу группу ВК и на канал Рутюб. Это наши запасные аэродромы, а также со следующего ролика видео будут выходить там на сутки раньше, чем на Ютубе. Ссылки вы найдёте в описании. А теперь пристегните ремни безопасности, мы взлетаем. Начнём с краткой характеристики лайнера. Итак, ТВРС-44. Это двухмоторный турбовинтовой пассажирский региональный самолёт, предназначенный для местных воздушных линий. Одним из его ключевых преимуществ является возможность эксплуатации на неподготовленных площадках и аэродромах с короткой взлётно-посадочной полосой. Его основной задачей является замена действующего парка самолётов аналогичного класса, в который входят Як-40, Ан-26, Ан-140 и Ан-24. Основой данного проекта является самолёт чешского производства, Л-610. Чешский проект в данном случае является научно-технической базой для дальнейшего проектирования и производства «Ладоги». Переходим к техническим характеристикам. Их вы видите сейчас на экране. В сравнении со своим черским прародителем, «Ладога» обладает большей пассажировместимостью, имеет более мощную силовую установку, большую крейсерскую скорость. При этом «Ладога» уступает в дальности полёта, максимальной скорости и высоте полёта. По стоимости, согласно сведениям на 2021 год, «Ладога» обойдётся авиакомпанием в 12 миллионов долларов. Стоимость «Л-610» в 2002 году составляла 9,5 миллионов долларов. Двигатели, которые предполагаются для установки на данный самолёт, являются ТВ-7-117СТ-02. Предполагается, что их силовая установка будет создана на базе двигателей ТВ-7-117СТ-01, который, в свою очередь, был разработан для регионального самолёта Ил-114-300. Главными отличиями от базовой версии являются уменьшенная мощность и более экономичный расход топлива. На самолёт предполагается установка двух таких двигателей, мощностью по 2400 лошадиных сил каждый. Переходим к краткой хронологии событий. Первые работы по разработке данного самолёта начались в 2018 году на Уральском заводе гражданской авиации. Два года спустя было утверждено тактико-техническое задание, в котором зафиксированы требования к данному проекту как к самолёту местных линий. В том же году был подписан контракт между Минпромторгом и УЗГА. В 2022 году самолёт получил своё название «Ладога», а также был подписан контракт, согласно которому подрядчиком стал Самарский завод «Авиакор». В августе того же года на форуме «Армия-2022» был представлен макет грузовой версии самолёта ТВРС-44Т. Его главными отличиями от пассажирской версии являются удлинённый фюзеляж и грузовой люк. С целью сокращения сроков производства было принято решение использовать некоторые компоненты уже от готовых самолётов, такие как кресла лётчиков от Ан-140, фонарь-кабинные конусные лобовые стёкла от Ан-74 и Ан-140, передняя стойка от Су-80 ГП, основные стойки шасси от Ан-72 и Ан-74. В 2023 году было объявлено о поставке четырёх опытных вышеупомянутых двигателей от Объединённой двигателестроительной корпорации. Серийное же производство двигателей предполагается в 2025 году, а производство самолёта для лётных испытаний предполагалось в 2024 году. План по лётным испытаниям и поставкам авиакомпаниям следующий. Первый полёт, согласно информации ОСГА, должен был состояться в первом квартале 2024 года. Во втором квартале того же года должен был быть изготовлен второй лётный экземпляр. В 2025 году должно начаться серийное производство. И к 2030 году, согласно программе правительства развития авиаотрасли в России, должно быть построено 140 самолётов Ладога. Переходим к главному вопросу. Что же с Ладогой сейчас? И когда мы увидим её в небе? Как я уже говорил ранее, производство самолётов для лётных испытаний должно начаться в 2024-2025 году. Однако, ключевым компонентом для их начала и главной головной болью для отечественных авиационных проектов являются двигатели, поскольку их разработка и проектирование является самой сложной задачей. Усложнением для двигателя являются проблемы, которые в своё время возникли с двигателями для ИЛ-114, на базе силовых установок которых создаются двигатели для Ладоги. И старт лётных испытаний, и в дальнейшем серийного производства, будет напрямую зависеть от сроков устранения проблем, разработки и производства двигателей. В пользу данного проекта является тот факт, что Ладога включена в программу развития авиации от правительства, которую я упоминал ранее, в отличие от того же ИЛ-96400М. Следовательно, данный проект с большой долей вероятности не будет спущен на тормозах, поскольку Ладога является хоть и не главным приоритетом, как МС-21 и новый Суперджет, но важным проектом для региональной авиации России. Учитывая приоритетность, возможные доработки и модернизации, на которые в свою очередь может уйти в районе 2-3 лет, и изначальный срок начала серийного производства, 2025 год, можно сделать вывод, что Ладога поднимется в небо примерно в 2027 году. А вы как думаете, когда мы увидим Ладогу в рядах отечественных авиакомпаний? Напишите в комментариях. Спасибо, что посмотрели и поставили лайк. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наш следующий ролик. Также не забудьте подписаться на нашу группу в ВК и канал Рутюб по ссылке в описании. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин